здравствуйте уважаемые зрители в этом видео мы поговорим с вами о тысячелистнике обыкновенном известном также как тысячелистник лекарственный имеет он также другие названия о них мы вскоре узнаем также в видео вы узнаете о свойствах этого растения какой состав имеет тысячелистник узнаете о его применении в народной и научной медицине а также посмотрим имеет ли это растение какие-то вредные обладает ли она какими-то вредными свойствами и способна ли оказывать вред организму и так всего существует около 100 видов этого растения тысячелистника обыкновенного но самый распространенный вид конечно же тысячелистник лекарственный он имеет такой вот красивый вид цветы в него как видите белый но иногда встречаются и розовые иногда даже бывают желтые цветет он очень долго начиная с июня и заканчивается стиль лишь в октябре вот как видите тысячелистник розовый о котором я говорил высота тысячелистника в среднем от 20 до 60 сантиметров и распространен он в большинстве стран европы и азии встречается практически во всех регионах россии можно его встретить встретить на опушках на лугах полянах также в окраин дорог распространен он практически повсеместно растение неприхотливое то есть переносит любую жару и известен тысячелистник еще с давних давен в одной из легенд название этого растения произошло от древнегреческого героя ахилла известного своей непобедимостью вот по некоторым данным именно ахилл открыл такие свойства тысячелистника которые позволяли ему как бы избегать ранений да а именно он открыл свойства тысячелистника которое известно сейчас научной медицине это заживляющее свойство если вы еще не знаете то тысячелистник является наверное лучшим таким природным средством на который останавливает кровь кровотечения причем любого любого вида кровотечения но за исключением артериального и ученые до сих пор не могут понять этого свойства этого растения так как трамбов то есть не образуется во время остановки кровотечения каким-то таким загадочным способом останавливает это растение кровь в последующем это особенность травы была замечена александром суворовым он также приказывал своим солдатам брать эту траву в поход называл эту траву солдатская трава кстати отсюда пошло это название давайте кстати посмотрим какие названия еще имеет это растение так на начале давайте немного поговорим о сушке для сушки обычно используют верхнюю часть растения с цветами обычно срезают верхушки на 10-15 сантиметров ну и затем сушит в тени на чердаках очень хорошо сушить формируя такие пучки подвешивая но можно также и сушить просто раскладывая траву например на газете то есть челистник довольно долго сохраняет свои целебные свойства в сушном виде до двух лет хранится эта трава не обратите внимание что высушенное растение должно иметь практически такой же цвет как и свежая ну и давайте теперь посмотрим какие же еще названия имеет то есть челистник и так это тысячелестник это есть также под названием солдатская трава как я уже говорил название пошло от александра суворова далее кровавник это благодаря его свойства устанавливать кровь затем белоголовник называют также иногда белая кашка тысячелестник далее ахалей и гулявица еще вот интересный тысячелестник имеет название если не ошибаюсь по моему во франции его называют травой святого иосифа с этим названием также связана одна из легенд то что отец иисуса христа как вы знаете он был плотником и тоже часто пользовался этой травой поскольку у него в руках было множество заусечек вот она помогала извините меня за усечки ну и давайте теперь посмотрим какие же коже состав имеет это растение так но основное вещество содержащиеся в тысячелестнике это конечно же эфирное масло именно благодаря ему то есть тысячелестник имеет такой бальзамический запах вот и в состав этого эфирного масла входят такие вещества как хамазулин камфора сложные эфиры также состав тысячелестников входят дубильные вещества смолы аминокислоты витамин c витамин к который кстати влияет на свертываемость крови в какой-то степени и у большинства людей вот именно этого витамина к и не хватает но и также содержится каротин или провитамин а так давайте посмотрим теперь где же с челестным применяется в народной медицине точнее в научной медицине его применяют как кровоостанавливающая затем применяют при гастритах и язвенной болезни ну и как стимулирующие аппетит как видите в научной медицине его применение довольно ограничено вот если посмотреть в народной медицине да то растение нашло очень широкое применение вот я здесь выбрал только наиболее такие известные недуги да при которых помогает из челюстника это желудочно-кишечные заболевания далее ты челюстника используют как желчегонное очень кстати эффективное средство ты челюстник расширяет желчные протоки и выводит желчь затем в качестве укрепляющего нервную систему далее при воспалительных заболеваниях при лечении малярии используют как противобилистное также ты челюстник применяется при геморрое и некоторых заболеваниях сердца связанных с отечностью ты челюстник прекрасно выводит лишнюю жидкость повышая понижая точнее тем самым давление но еще известны некоторые народные способы лечения туберкулеза да так вот ты челюстник там применяется отвар из нескольких составляющих но ты челюстником является чуть ли не основным также применяют и челюстник для укрепления волос потом при сильном потоотделении он кстати уменьшает также метеоризм ну и конечно же используют как кровоостанавливающие так ну и что хочется сказать по поводу вредного действия тысячелистника на самом деле я сколько литературы не читал так и не нашел какого-то противопоказания к его применению только если не считать аллергию индивидуальную чувствительность каким-то веществом поскольку ну ты челюстника довольно большой состав много веществ не выходит поэтому возможны такие вот реакции и еще при длительном употреблении мол может возникать головокружение и появляться сыпь на теле это также вызвано коллоидом который входит в состав тысячелестника вот но большинство людей его переносит то есть нормально не возникает никаких реакций отрицательных сколько бы они его не пили вот есть и некоторые сведения что тысячелестник не следует употреблять людям у которых нарушена функция крови то есть кровь либо свертывается повышенную то есть свертываемость крови либо наоборот кровь сильно разреженной но можно также наткнуться и на другие утверждения описание где с помощью этого растения такие вот как раз недуги и лечили вот так что здесь сказать сложно ну и по поводу того как применять как пить отвар из тысячелистника существует также несколько способов в зависимости от того с какой цели вы принимаете тысячелистник при каких заболеваниях но допустим для нормализации пищеварения при ингастритах и даже язву прижелудка применяют отвар из травы тысячелистника то есть траву вначале перетирают ступки пестиком цветы тысячелистника да затем берут чайную ложку заливают стаканом кипятка кипятят все это в течение пяти десяти минут настаивают около 20-30 минут и применяют два раза в день по полстакана как желчегонное средство применяют две чайных ложки тысячелистника заливают кипятком настаивают около 40 минут от 40 минут до 1 часа и затем постепенно все это выпивают все это выпивается натощак делается ну на этом все всем спасибо за внимание всем пока